Полтора землекопа, генетики в поисках секретов вечной юности. Полтора землекопа, генетики в поисках секретов вечной юности вчера, 8 часов 12 минут, знак авторского права CC by SA 3,0. Roman Clemens Getz, землекоп, знак авторского права CC by SA 3,0. Roman Clemens Getz, Москва, 3 января, РИА Новости. Может ли человек жить в разы дольше и не болеть раком ученые и надеются выяснить это, изучая голых землекопов, неприглядных грызунов из Африки. Вадим Гладышев, известный генетик из МГУ и Гарварда, объясняет, что могут и чего не могут эти бессмертные существа, а также чему мы можем у них научиться. Остановить время голый землекоп. Heterosophilus labor. Уникальное млекопитающее с множеством удивительных свойств. Этот безволосый подземный грызун размером с мышь и весом 30-50 граммов обитает в Восточной Африке. В 1970-е годы ученые обнаружили, что эти существа живут необычайно долго для своего размера, в 10 раз выше нормы. Позже выяснили, что они почти неуязвимы для рака. Кроме того, землекопы не чувствуют некоторых типов боли. Например, не реагируют на раздражение кожи при соприкосновении с кислотами. Главное необычное их черта в том, что они нарушают так называемое распределение гомперца закономерность, в соответствии с которой вероятность смерти экспоненциально увеличивается с возрастом. К примеру, для человека шансы умереть удваиваются через каждые 8 лет. 28 ноября 2018 года, 15 часов 55 минут ученый из России рассказал, как можно создать таблетку от старости голые землекопы, как показывают недавние наблюдения биологов из США, умирают одинаково редко и в раннем возрасте, и в 20-30 лет, уже многократно превысив сроки жизни для грызунов таких размеров. Мы не нашли намеков на то, что существует какой-то один клеточный процесс, объясняющий, почему эти животные так долго живут. По всей видимости, в их долголетии замешаны десятки различных ингредиентов, и каждый вносит свой вклад. Нельзя выделить самый важный, говорит ученый. Гладышев с коллегами достаточно давно пытаются раскрыть секрет этих необычных животных. Еще в 2011 году они расшифровали геном. А через два года обнаружили некоторые механизмы, отвечающие за неуязвимость к раку и долголетия. Землекопов изучаем не только мы, но и десятки лабораторий по всему миру. Мы сконцентрировали свои усилия на геномике, а также на том, как работает белковый синтез в клетках землекопов и как их организм вырабатывает тепло. Мои коллеги также пытаются понять, как клетки этих животных чинят поврежденные белки и ДНК, продолжает Гладышев. К примеру, подобными экспериментами занимаются два других российских специалиста по землекопам Вера Горбунова и Андрей Силуянов из Рочистерского университета. Недавно они и Гладышев проверили предположение о том, что клетки землекопов не подвержены старению. Биологи считали, что клетки у этих животных могут делиться неограниченно долго, а не 40-50 раз, как у людей и других млекопитающих. Достигнув этого предела, клетки человека и других смертных переводят себя в особый режим, перестают делиться и участвовать в жизни организма. Это предотвращает образование раковых опухолей в организме, но накопление таких клеток приводит к дряхлению, старости. 30 сентября 2017 года, 8 часов 45 минут эликсир бессмертия, как ученые пытаются остановить седое цунами старости существуют и другие формы клеточной старости, когда клетка уходит на пенсию по совсем другим причинам в результате фатальных повреждений ДНК, во время развития тканей зародыша или при чрезмерно высоком уровне клеточного стресса. Все это, как раньше считали, не характерно для голых землекопов. Российско-американские биологи показали, что это не так, клетки землекопов подвержены всем трем типам клеточного старения. При этом они необычно хорошо сопротивлялись действию энкогенов, и гамма лучей по сравнению с аналогичными образцами мышиных тканей. Пока рано делать какие-то окончательные выводы. Можно только сказать, что вероятность развития рака у землекопов крайне мала, но злокачественная опухоль в принципе может возникать. Недавно наши коллеги зафиксировали около 10 подобных случаев. И будет крайне интересно изучить их и понять, какие мутации породили опухоли и как они образовались. Для этого, однако, потребуется большой набор данных по опухолям из самых разных тканей, отмечает ученый. Конец вечности эти эксперименты уже ведутся при участии российских специалистов, работающих в России и ведущих американских научных центрах. Как рассказала Горбунова, выступая в МГУ на конференции. Frontiers in Aging, организованный Гладышевым, недавно они провели первый опыт по пересадке генов. Heterocephalous labor, в геном мышей. Один из таких участков ДНК, отвечающий за сцепление клеток друг с другом, заметно продлил жизнь грызунам. Они прожили на несколько недель дольше, чем обычные мыши, что эквивалентно 10 годам жизни для человека. Такое долголетие было связано в том числе и с тем, что подобные трансгенные мыши примерно в два раза реже страдали опухолями, чем их сородичи из контрольной группы. На этом, однако, позитивное действие подобной генной терапии не заканчивалось. Как показали наблюдения за мышами, в их организме было значительно больше взрослых стволовых клеток, они заметно реже страдали остеопорозом, проблемами с легкими и прочими старческими болезнями. Вдобавок эти грызуны были более выносливыми и сильными, чем их пожилые сверстники. 11 октября 2016 года, 19 часов ровно ученые выяснили, почему голые землекопы не чувствуют боли капские голые землекопы, грызуны, победившие смерть, почти не чувствуют боли по той причине, что их ген, отвечающий за включение болевых рецепторов, отличается по своей структуре всего на одну букву от аналогичных генов человека и других млекопитающих. Успешное завершение подобных экспериментов заставляет многих задуматься о том, существует ли жесткий предел продолжительности жизни, заданный свыше эволюцией, можно ли его преодолеть и стоит ли это делать вообще. На этот счет есть несколько разных точек зрения. К примеру, два года назад вышла статья, утверждающая некий предел жизни человека 115 лет. С другой стороны, недавно ученые, наблюдавшие за долгожителями острова Сардиния, выяснили, что вероятность их смерти перестала расти после 105 лет. Это говорит о том, что максимальная продолжительность жизни может увеличиться, объясняет Гладышев. Как считает гарвардский генетик, истина, скорее всего, где-то посередине. Число долгожителей в последние годы растет примерно с одной скоростью, не замедляясь, но возраст, в котором каждый год умирают самые пожилые люди, увеличивается крайне медленно. Анализы, проделанные в нашей лаборатории, показывают, что, даже если мы сможем перешагнуть через этот рубеж, идти дальше, например меняя диету, факторы окружающей среды, микрофлору и прочие простые вещи, будет все сложнее. Более радикальные меры, скажем, омоложение при помощи перепрограммирования клеток или манипуляции с генами, позволят достичь большего, но это не вопрос завтрашнего дня, продолжает генетик. Мораль бессмертия, подобные результаты опытов, как считает Гладышев, говорят о том, что у предела жизни не жесткий, а подвижный характер его можно преодолеть, но цена каждого шага будет быстро расти. Кроме того, редактирование генома человека не только сложно осуществить технически, но и часто такие эксперименты вызывают вопросы этического характера. Есть альтернативный подход, можно взять взрослые клетки и частично их репрограммировать в более молодое состояние. Первые такие опыты на мышах выполнили ученые под руководством Хуана Бельмонти в Калифорнии, и мы сами сейчас ведем аналогичные исследования. Но возникает другая проблема из-за репрограммирования может увеличиться вероятность развития рака. Тем не менее мне кажется, что у этого метода есть будущее, отмечает Гладышев.